Удовольствие от хорошего сериала напрямую зависит от девайса, на котором он просматривается. На этом и зарабатывают миллиарды ушлые бренды и продавцы, желающие забрать наши души. Но только не в смену портала Е-каталог. Эти ребята сражаются на стороне добра, позволяя избавиться от всех проблем выбора. С помощью Е-каталога вы сможете найти всё, от дрели до игрового ноутбука, не поднимаясь с дивана, полюбоваться на детальную 3D-модель и почитать отзывы от простых покупателей. Подробнейшие характеристики и удобный механизм поиска — это только начало, ведь портал избавит вас от мучительных походов в магазины сравнения цен. Е-каталог сделает всё автоматически и представит вам лучшую из существующих цен, чтобы ни одна лишняя копейка из вашего кармана не была потрачена. Убедитесь в этом лично, перейдя по ссылке в описании и попрощавшись с проблемами выбора техники навсегда. Мир кино — забавное место. При должной рекламе из ужасных фильмов здесь делают шедевры, а некоторые проекты по непонятным причинам остаются незамеченными. Нет-нет-нет, речь не идёт об артхаусе, снятом на коленке. Иногда фильмы с актёрами мирового уровня гниют на свалке и никому не интересны. И не потому, что они плохи, а потому, что по странному стечению обстоятельств им не досталось рекламы и внимания зрителей. Как вы знаете, не спойлер против такого положения дел. Эмма Стоун, Брэд Питт и даже Джейк Джилленхол. Такие огромные имена будут мелькать в нашем видео, и в ближайшие несколько минут вы получите целую гору шикарного кино. А когда вы в последний раз ходили в кинотеатр? Оставляйте ответ в комментариях, и мы найдём самого ленивого подписчика канала. Никакой разминки, первый же кандидат рискует стать любимым фильмом многих. Когда Джейк Джилленхол на экране, остаться равнодушным невозможно. А теперь представьте, что на экране сразу два Джейка. Это происходит в картине «Враг», сюжет которой, находясь в трезвом состоянии, не описать. Завязка безобидна. Простой учитель истории берёт в прокате комедию, чтобы занять вечер. Фильм оказывается хреновым, однако на экране Джейк видит актёра, который похож на него, как две капли воды. С этого момента начинается вакханалия. Герой ищет двойника, который по итогу не просто выглядит, как он, но и ведёт себя так же. Даже жена второго Джейка узнаёт в учителе мужа, и крыша бедняги улетает в мир иной. Никогда ещё экранизация мемов о злобном клоне не была такой детальной. Вы погрузитесь в депрессию, мрачную атмосферу, и до последней минуты будете вздрагивать от каждого шороха. Режиссёром триллера выступает широко известный после «Бегущего» по лезвию Дэнни Вильнёв, и все поклонники его последнего фильма останутся довольны. «Враг» — это кино не для широкого зрителя, однако, послушав наш совет и включив его один раз, вы будете советовать его всем близким. Раз уж речь зашла о «Бегущем по лезвию», вспомним и Райана Гослинга. В его активе десятки шикарных фильмов, но об одном забывают все возможные топы. Проект «Останься» 2005 года при шикарных зрительских отзывах заработал в прокате три копейки и успешно провалился. Причина проста — фильм слишком тяжёл для широкой публики. Понять его непросто, однако полтора часа невероятной актёрской игры Райана и присоединившегося к нему Юэна Макгрегора влюбляют в себя безвозвратно. По сюжету Гослинг играет студента, находящегося на грани помешательства. Он заявляет своему психотерапевту-джедаю о том, что покончит с собой в субботу. И начинается безумие. Макгрегор безуспешно пытается отговорить юнца, а тот, в свою очередь, вертит его попытки на половом органе. Всё заканчивается тем, что сам психолог потихоньку теряет рассудок и не понимает, что истина, а что вымысел. При просмотре обязательно иметь с собой носовые платочки, потому что режиссёру удается влезть прямо в душу, разбудив грусть, что живёт в каждом из нас. К сожалению, поклонники боевичков закидали премьеру банками из-под пива, и узнать о таком замечательном фильме вы можете разве что от нас. Едем дальше и упираемся в Гарри Поттера. Дэн Рэдклифф достойен уважения, ибо, имея миллионы и являясь звездой мирового масштаба, после успеха фильмов о магии, первым делом начал сниматься в кино для души. И если проект о парне швейцарском ноже многим показался неоднозначным, то фильм «Джунгли» обязателен к просмотру. По непонятным причинам он крутился в кинотеатрах лишь мельком, но очень зря. Картина рассказывает о группе друзей, которая решила устроить незабываемое путешествие по джунглям Боливии. Само собой, простым туристам там делать нечего, однако наши ребята жаждут острых ощущений. На подмогу им вызывается весьма мутный экскурсовод, и дело принимает опасный поворот. Говоря простыми словами, «Джунгли» — это 127 часов наедине с дикой природой. Без волшебной палочки Гарри придется выживать любыми доступными способами, и фильм справился с демонстрацией всех ужасов на отлично. Каждый из героев обладает уникальным характером, помогающим раскрывать главный посыл ленты о том, что человек — живучая тварь. Наш следующий кандидат получил золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах, но одновременно была свистом. У критиков по всему миру бабахает до сих пор, однако фильм «Древо жизни» имеет высочайшие рейтинги везде, где их только можно иметь. Необычность повествования видна с первой секунды, ибо оно ведется от лица взрослеющего ребенка — его родители Брэд Питт и Джессика Честейн. Взрывной актерский дуэт выложился по полной, подарив нам невероятные эмоции. С одной стороны, это обычная история о взрослении, но с другой — конфликт интересов родителей. И ребенок, вобравший в себя все комплексы и недостатки обоих. Это, пожалуй, единственный фильм в нашем выпуске, просмотр которого рекомендован не каждому. Над «Древом жизни» нужно думать, его стоит понять и найти смысл, что показан во вроде бы простых вещах. Это не кино для попкорна и веселья. Здесь режиссер поднимает очень серьезные темы. И если философия не для вас, то приглядитесь к следующему кандидату. Ведь в нем играет великий и ужасный Терри Крюс. Не спешите выключать видео, он там не в главной роли. Вообще, фильм «Идеократия» в наше время как нельзя актуален. Судите сами, военный принимает участие в секретной программе «Заморозки людей» и просыпается в далеком будущем. Там не все радужно. Но речь не об апокалипсисе, а о том, насколько отупели люди. Ведь, будучи не самым одаренным парнем, Джо все равно умнее всех. Проект — это достойная смена легендарным комедиям с Лесли Нильсоном. Такой степени глупости и идиотизма вы еще не встречали. Но главное в том, что на фоне трэшатины, происходящей вокруг, проглядывается грустный итог для нашего мира. Слишком много мы думаем о пришельцах и астероидах. Более вероятен конец, в котором благодаря технологиям мы отупеем настолько, что забудем, как выращивать овощи без роботов, и почему из крана течет вода. Никаких скрытых смыслов и философий. Только полтора часа смеха и хорошего настроения. На этом список антиутопий не заканчивается. Правда, в фильме «Лобстер» веселого мало. Эта версия будущего не для одиночек. Если до определенного срока вы не нашли себе пару, ваши дела плохи. Правительство отправит вас в специальный отель на 45 дней, по истечении которых вы либо обзаведетесь второй половинкой, либо станете животным и отправитесь в лес. Неповторимый Колин Фаррелл и очаровательная Рэйчел Вайс играли не за миллионы, а за хорошее настроение. «Лобстер» — это в первую очередь история любви, ведь по злой иронии, решив выйти из системы и прибившись к перебежчикам, главный герой находит ту самую. Но это слишком поздно, и начинается трогательная история зрителей, у которой практически не было. Если вы присматриваете что-то для романтического вечера с дамой, «Лобстер» — ваша остановочка. Продолжим воплощением мечты любого из нас. Путешествовать в будущее может и круто, но еще круче знать, что в нем произойдет. На одних лишь ставках можно поднять миллионы, и фильм «Ошибка времени» как раз об этом. Три парня и девушка живут вместе и мечтают о большом будущем. Все находятся не на своих местах. Дама мечтает стать писателем, но работает официанткой, а друзья и вовсе занимаются наркоманией, вплоть до собачьих бегов. Все меняется в момент, когда они обнаруживают устройство, способное делать фотографии их гостиной. Только вот не в настоящем времени, а в том виде, в котором она будет завтра. Мечты сбываются, ведь если проявить креативность, с одним лишь фото можно провернуть самые прибыльные схемы. Правда, со временем фотографии из будущего становятся все более странными, и происходящее скатывается в настоящий триллер. И пусть актерский состав, где мало знаменитостей, вас не пугает. Все-таки там есть Даниэль Панабейкер, что сейчас снимается во флэше, да и остальные ребята держатся молодцом. Завершим наш эпичный выпуск очаровательной Эммой Стоун. Пожалуй, самая популярная актриса современности снимается не только в мейнстриме. Напротив, большая часть ее работ – это независимое кино, созданное для узкой группы фанатов. «Магия лунного света» – фильм, в который можно влюбиться лишь за атмосферу. 20-е годы прошлого века сами по себе весьма колоритны, а сюжет и вовсе поведает историю популярного иллюзиониста. Играет его Колин Ферд, и, конечно же, герой не смог устоять перед очарованием красавицы Стоун. Беда в том, что она в фильме «Шарлатанка» и желает лишь наживиться на богатстве любовника. Семья Колина начинает плести интриги, а сам он, как ни в чем не бывало, купается на лазурном берегу вместе с подружкой. Никакого апокалипсиса, триллера и захватывающего сюжета. Легчайшая комедия с проблеском мелодрамы определенно украсит вечер в любой компании. Вот мы и подошли к концу выпуска, но поверьте, на этом список отличных фильмов, о которых вы не слышали, только начинается. Все мы любим проводить одинокие и не очень вечера перед мониторами, и зачастую их рушит лишь незнание того, что посмотреть. Теперь такая проблема перед вами не стоит. И если рубрика пришлась вам по душе, не забудьте поставить палец вверх под видео. В этом случае мы продолжим периодически делиться с вами прекрасным кино. А пока у нас все. Ждем вас в комментариях для обсуждения после просмотра. И до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!